Реально просто какой-то экологический беспредел, геноцид со стороны муниципальных властей. Это варварство, больше я никак не могу сказать. Я сидя в Москве, знаю, что там идут работы. Вот сейчас у меня журналисты сидят. Шадриков пришлет инспектору и по полному им накатит. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня редакция «Момент. Истинно» начинает новый цикл программ «Эко-Рейд». В ней мы будем говорить о самых насущных, самых острых экологических проблемах России. Свою первую программу мы решили начать с Татарстана. Как известно, там сейчас ведется стройка трассы Москва-Казань. Дело нужное, но при ее строительстве не обошлось без проблем, без экологических проблем, без нарушения экологического законодательства. Буквально сегодня из Казани вернулся наш корреспондент. И он сейчас нам все сам расскажет. Здравствуйте, Ярослав! Что там происходит? Что не так с дорогой? Вот мы только что вернулись, оттуда посмотрели действительно, как идет строительство, смотрели этот участок и поняли, что местные власти, муниципальные, творят там просто какой-то экологический беспредел. В чем он заключается? Заключается он в том, что местный глава муниципалитета решил в нарушении, в обход всех норм законодательства устроить там свалку прям под носом у местных жителей. Буквально за забором решил сваливать у них строительные отходы. Не посоветовавшись с ними, не поговорив с ними, не посмотрев вообще, что там за участок. То есть как так? Вот прям за забором живут люди. Все верно, да. Вот выходишь прям за забор и вот буквально в пяти метрах от жилых домов, от построек работает уже строительная техника, укатывает там всю эту глину. Люди чего говорят? Что говорят? Люди в шоке, люди в шоке. Они живут там несколько десятков лет, они там живут, работают, они никогда такого не видели. Это реально просто какой-то экологический беспредел, геноцид со стороны муниципальных властей. Здесь такая природа у нас, все леса уже выросли. Мы здесь и ягоды собираем, и грибы собираем, и облепиху, ну что все есть. И отдохнуть, пожалуйста, два шага от дома и уже там в карьере находятся. И все можно посмотреть. Здесь были небольшие кустики и деревья. Вот сейчас за эти 30 лет выросли такие большие деревья, и их будут сейчас уничтожать, ломать все, засыпать. Это варварство, больше я никак не могу сказать. Мы им как-то объяснили, что здесь будет, что, может быть, глава хочет, как говорится, ну, добра своим жителям. А вот здесь вот самый главный вопрос, что на людей, на их мнение, на их позицию просто наплевали. Нам ничего не сказали, мы буквально вчера случайно узнали все это. Здесь сначала до этого работал бульдозер, мы не понимали, мы думали сначала будут складирования, это стройматериалов для моста. А оказывается, узнаем, что совсем с другой целью здесь все строится. До заборов там никто ничего не выделил. Вы были сегодня там, вы съездите, посмотрите, там уже во все работает техника. Там сейчас уже снесли деревья, снесли сосны, все утрамбовали, закатали в какой-то грунт непонятного качества. Сейчас там работают краны, там ставят бытовки, там укатали и карьеры эти внизу. Вы говорите, еще проекта нету, там уже все укатали, уже ездят туда грузовики. Вот сейчас мы ехали, они уже выезжают оттуда и уже туда едут в Шелангу. Вот сегодня еще только был разговор о Минэкологии, что они должны получить разрешение. Но они уже это делают. Кто им дал такое право? Почему с жителями не посоветовались? Извините, есть производственные площадки, выработанные. Население мы там не затрагиваем. Сейчас нас проект экологии запустили, оздоровление Волги. Миллиарды рублей туда вложили, миллиарды. Борются за каждый показатель, за каждую крошечную грубицу, попадающую в рамки. Вы мне вот читаете, как будто бы я враг. Не, мне просто интересно, кто принял решение о выделении этого конкретного участка семьи. Никто не принимал. А почему тогда там идут работы? Вы говорите, что там до проекта никакие работы не ведутся. Не должны вестись. Не должны вестись. Но они ведутся, и вы об этом не знаете. Вот сейчас мне глава говорит, что технику пригнали и подготовили к площадке. Я сидя в Москве, знаю, что там идут работы. Из Москвы знаю, понимаете? Люди с полевой могут до меня дозвониться и сообщить мне об этом. Я сидя в Москве, знаю, что там идут работы. Приезжаю, лично убеждаюсь, вижу, что ездят грузовики, укатывают краны. Что там огромные собирают эти трактора. Какие-то ковши они сейчас мы снимали, монтируют. Что там уже все укатано. Что там эти елки торчат. Вот такие вот все корявые, с погнутой техникой из-под этой земли. Привет. Вот сейчас у меня журналисты сидят. Они говорят, что в Шеланге там вовсю работает техника. Мы сказали, что там вовсю уже работает техника. Мы сняли все. Никому еще никто добро не давал. Пока не будет у них на руках проекта с экспертизами по безопасности. Вот у министра экологии, у Шадрику сегодня им все разъяснили. Если что-то они там уже начали творить, мы договорились. Шадриков пришлет инспектору и по полному им накате. Да, вот которые вот здесь работают, они сказали, будем возить днем и ночью. Да, вот целыми сутками будут возить, будем заваливать вот этот карьер. С нами никто не общался, нам никто не сообщил, что здесь будет мусорка. Мы не в курсе. Это вот единственное место, зеленая зона, где могли дети играть, отдыхать. За грибами, за ягодами ходить. Их не то, что забыли спросить, о них просто, об их существовании просто забыли. То есть выбирая вот этот вот участок, не подумали ни о чем. Не о том, что это может быть водоохранная зона. Не о том, что там бьют ручьи, ключи и все это будет попадать в Волгу. Не о том, что там живут люди, пасут скот, собирают ягоды, грибы. Не подумали ни о чем. Как принималось это решение, для нас вообще большая загадка. Как есть самый, как пруд здесь, утки прилетают сюда, камыш там растет, все уже. Вода там летом собирается, талы. Вот, и сейчас от Волги недалеко может все это просочиться, все эти отходы, которые будут самые. И все будет экологическая катастрофа, я думаю. Раньше здесь забывали гнину со старого завода Кипичного. Что в итоге там планируется? Все-таки временное эксплуатирование или рекультивация, рекультивация? Перестали, рекультивацию сделали, неиспу, и там деревья. Мы сами, как говорится, сажали это деревья. Тут и озеро есть, голубое озеро. Там и рыбы клюют, дети ходят туда купаться. Там и утки, даже бобры живут там. Это, считайте, и вот это озеро, когда вода весной идет, оно из него вытекает в Волгу. Это все вот это вот пойдет в Волгу, это вся эта грязь, вся эта самая... Ну, это же все, все туда пойдет, все в Волгу. Ну как, голове, в голову пришло вот выделить этот участок? Что он говорит? Такое ощущение, что он вообще не видел никаких документов, никогда там не был и не понимает вообще, что он делает. Никто не вламывался в частную территорию. Ну, по факту есть. Я вам отвечаю. Ну, не в частную территорию, но у них прям... Подождите, вы ставите... Подождите, вы ставите вопрос, что вот вломили. Я вам окончательно. Ну, вот разбите, но просьба не вырезать то, что вот вам удобно. Оставляйте. А вот никто не вламывался в частную территорию на сегодняшний день. Официально разрешение на начало работ никто еще не выдавал. А почему они идут-то тогда? Почему? Знаем. С подносом, а здесь? Знаем и разберемся. А почему до сих пор этого не произошло? Потому что еще никто никому разрешение официально не давал на начало работ. Почему вы не следите за этой ситуацией? Я вам еще раз говорю, в субботу я там был, объезжал эти территории. Я каждый день туда ездить не могу. На сегодняшний день, еще раз говорю, официальных разрешений на начало работ никто никому не выдавал. Он все время ссылается на то, что якобы нет никакого проекта до сих пор, согласно которому должны складировать отходы. А пока, мол, проекта нету, говорить не о чем. Но, несмотря на то, что проекта нет, во всю работает строительная техника, там укатали уже все поле вместе с деревьями вот в эту глину, во всю работают рабочие, ходят геодезисты, во врагах работает техника. Они там тоже укатывают уже дорогу для того, чтобы могли туда вот эти самосфалы с отходами подъезжать. Ну, то есть видно, что работа идет полным ходом. Как это можно не заметить, сидя в 10 минутах от места вот у себя в администрации, в теплом кабинете, вообще непонятно. Да, вот мы с места за 10 минут доехали до него, сразу же попали к нему на прием, стали задавать ему вопросы, но ничего внятного человек ответить не может. Трасса Москва-Казань. Вот вы себе представляете, какой она протяженностью, да? И вот на протяжении всей трассы решили выбрать вот это вот место для складирования отходов. Ну, это просто нонсенс какой-то. Совершенно не подается никакой логике и объяснению данное решение. Можно говорить о том, что если так ситуация будет дальше развиваться, то экосистема будет нарушена, что будет какой-то ущерб нанесен в том числе и Волге? Конечно. Через примыкающий ручей, вот этот без названия, который непосредственно впадает в левку по нему, и будут осуществляться стоки негативные, которые будут попадать напрямую в левку. Были на месте и видели, что буквально в пяти метрах от участка, где планируется складировать отходы, находятся дома, сельское поселение, там дачные участки, живут люди, пасут скот, ведут хозяйственную деятельность. Вот как это все вообще коррелируется с законом? Согласно санитарной зоны, санитарные зоны должны соблюдаться. А в нем четко указано, что в объектах размещения отходов санитарно-защитной зоны могут быть от 500 и более метров. Ну и соответственно, если там метров, 5 метров соответственно, конечно же, не соответствует. И такое соседство другого, скажем так, объекта, невозможно. Кто-нибудь, ну вот мы там были первыми, наши журналисты там были первыми или нет? Или кто-то все-таки у них спрашивал, я имею в виду из наших коллег-журналистов, кто-то эту проблему еще поднимал? Нет, проблему еще никто не поднимал, потому что мы действительно оказались самыми первыми. Буквально на следующий день после начала вот этой стройки наша съемочная группа уже была на месте, и мы уже начали общаться с людьми и с чиновниками. Очень надеемся, что благодаря общественному резонансу эту историю удастся переломить и, в общем, немножко призвать чиновников к совести, а контролирующие органы привлечь их внимание к этой ситуации. Совести чиновники — это не всегда вещи совместимые, поэтому, может быть, мы как-то другим образом каким-то можем помочь, запросы отправить, спросить у вышестоящих организаций, что у вас там происходит? Нет, безусловно, мы это делать будем. Все журналистские запросы будут отправлены во все контролирующие органы, в органы исполнительной власти как регионального, так и федерального уровня. И, само собой, мы обратимся и в Роспотребнадзор, и в Роспотребнадзор, чтобы они самое пристальное внимание обратили на эту ситуацию и проверили на соответствие размещения вот этих отходов всем законодательным нормам, которых сегодня огромное множество и которые необходимо соблюдать не только ради спокойствия жителей, а просто ради сохранения нашей экологии уникальной. То можно ожидать, какого развития можно ожидать от этой ситуации в дальнейшем? Что будет? Я очень надеюсь, что президент Республики Татарстан Рустам Наргалич Мениханов, который действительно любит свой народ, который любит и бережет природу, экологию родного края, своей родной земли, обратит внимание, ну вот этот беспредел муниципальных властей, обратит внимание на то, что творят чиновники на местах, обязательно вмешается и не позволит случиться вот этому ужасному экологическому. преступлению, который решили устроить муниципальные власти. А мы продолжим следить за ситуацией, которая разворачивается в Татарстане и информировать об ней наших зрителей.